Всем привет, меня зовут Макс и мы продолжаем работать над мультиплеерным проектом. В предыдущем уроке мы сделали опции, выглядят они вот таким вот образом. В этом видеоуроке мы сделаем непосредственно меню создания игры, то есть хост меню. Но сначала давайте в предыдущем уроке мы не успели это сделать. Закомментируем в main menu виджет каждый виджет. И обзовем его как показ виджета поиска серверов, показ виджета создания игры, а это показ виджета настроек. Так, значит что нам теперь нужно сделать? Все показы мы уже настроили, он будет отображаться, теперь нам непосредственно нужно сделать хост game widget. Для того чтобы его сделать, открываем файл хост game menu widget. Здесь нам понадобится достаточно много редакционных материалов для этого. Первое, что нужно будет добавить, это безусловно бордер, который мы, так как он будет внутри этого виджета, поэтому он будет вообще полностью прозрачный. Так, чисто формальность. Далее добавить вертикал, ну давайте знаете что, даже скопируем с options menu всю структуру. Вообще всю. Всю вертикал бокс структуру. Здесь устанавливаем как fullscreen, вырезаем, удаляем камбас, вставляем вот и все замечательно. Так, здесь мы вставляем как настройки сервера игры. Введите имя сервера, здесь у нас будет server name field и server name по умолчанию. Так, дальше нам нужно придется добавить в горизонтальных блоках. Так, спейсер у нас слишком много. Так, значит, добавляем вот таким вот образом. Вот, так, ну добавился в конец, ладно, потом отредактируем. Здесь нам нужно будет ввести количество игроков. И сделать поле для выбора. Мы сделаем с помощью обычных кнопок выбор стрел, ну таких, баттонов, да, поэтому удаляем это поле. Вставляем горизонтальный бокс. В него вставляем кнопку с текстом. Вставляем отдельный текст. Вставляем еще одну кнопку. Это будет max player count decrease. А эта кнопка будет increase. Увлечение, увеличение, увеличение. Так, значит, добавили. Здесь добавляем сразу текст. Текст будет стрелочка. Расположенная по середине, да, по центру. И здесь на тексте стрелочка вправо. Вот так вот. Текст блок расположен по центру. Здесь напишем текст 11. Да, там максимальное число игроков будет. Включай сервер. Сервер тоже включается. То есть максимум обычных игроков 10, сервер 1. Добавляем теперь спейсеры. Спейсеры. Тогда нужно два их. Сюда и сюда. По иксу все. Все по иксу. Вот так вот. Количество игроков ввели. И так, теперь это у нас неплохо вышло, кстати. Все введено. А теперь нам это не нужно. Вот эта вся панель абсолютно нам... Вот это fill, во-первых. Это тоже. Но только это вправо. Неплохо, в принципе. Если бы... Так. Теперь то же самое. Копируем. Вот это. И вставляем... Выберите режим игры будет. Вы... Выберите... Режим игры. Здесь будет то же самое. Все только это... Декрис... НЕТ-ТАЙП. И будет... Инкреис НЕТ-ТАЙП. Здесь будет текст... Локально. Это самый длинный текст. Вот так вот он будет. Локальный. То есть, локальный. Это... Или онлайн-игра. Все. Теперь обзываем горизонтал-бокс. Это... Нет-ТАЙП. Это... Плеер-Каунт. Плеер-Каунт. Это... СЕРВЕР-НЕЙМ. И что-то их несколько. А так вот нормально. Во. Так. Спейсер большой. Кнопочки. Кнопочки должны быть... Это... Баттонс. Должен быть сам. Сам внизу. Во. Кнопочки. Только со спейсером. А вот это... Нам не нужно. А, это должно... Нет, стоп-стоп-стоп-стоп. Все было хорошо. Только надо было этот спейсер... Вот сюда запихнуть. Во. Вот это шикарная система. Просто шикарно. Спейсер. Спейсер. Забыли, что нужен еще один спейсер. Во. Хорошо. Компайлансы. Вот так выглядят настройки игры. Проверим. Просто как они будут отображаться. Настройки. Создать игру. Вот. Шикарно. Потом настроим его отображение. Чтобы он нормально работал. Если мы допустим ее здесь. И сразу отображать в настройке. Мы это потом подправим. Теперь нужно отрезать вот эти функции. И то же самое. Тут только не сохранить. А у нас будут кнопки запустить. Начать как-нибудь так. А вот этот ватим. Старт баттон. Здесь будет начать. А здесь будет назад. Все то же самое. Замечательно. Теперь переходим в редактор. Как обычно это все мы удаляем. В редакторе нам необходимо сделать те же самые действия, что и в меню опции. Так это нам уже не надо. В меню опции то же самое при старте. Значит нам нужно globalgameinstance.ref получить. Будет. Создаем переменную. Она будет тип gameinstance этот наш. Копируем. Компилируем. Так. Теперь делаем вот так. Замечательно. Инициализировали все это дело. Все. Это у нас будет инициализация. Я ленивый. Так. Инициализация. В инициализации мы... Теперь нам нужно сделать так же переменную, которая будет включать или отключать кнопку. Чтобы не было такого, что там параметры вообще что-то не подходят. Accept. Accept. Button. Получается, да, у нас? Accept. Button. Enabled. Это будет boolean. Тип. Сразу, сразу, сразу привязываем, чтобы не забыть, на Enabled нашу кнопку. Менять мы будем чуть-чуть позже. Значит, давайте сразу поменяем. Вот это событие, только оно меняет. OnTextChain. Проверяем на пусто... Ну, то есть, мы не будем эту функцию сюда писать. Хотя, давайте проверим сюда, добавим эту же функцию, что и тут. EmptyText. Вот так вот. И то. Вот то. И прям залезем внутрь функции этой. И все скопируем, что было тут. Вот сюда. Потому что, по факту, ничего не поменялось. Ничего страшного. Нет такой переменной. Сейчас будет. Копируем Entered Player Name. Только обзовем ее Entered Server Name. И это будет переменная текст. Придется заново скомпирировать сначала. Теперь вставить. Подвести. И скомпирировать. Не работает, да? А, да. Мы же заменили переменную. Что я запутался. Set. Так. Это сюда. Это сюда. Это отсюда. Это я не знаю что. Что это такое? А, это вот это. Вот. Все. Не так-то. Is. Empty. Все. Компайл функции. И делаем сюда проверку. Так. Это. Как и здесь. Отслеживание введенного текста. Все то же самое. Сделали. Следующей функцией нам нужно будет сделать создание лобби. То есть, когда мы нажали на кнопку Start Button, мы нажали на нее, что-то должно происходить. Что мы сделаем именно сейчас? Сначала мы делаем Remove From Parent вообще всех этих окон, которые текущие у нас есть, да, виджетов, потому что мы будем переходить на другой уровень. И из Game Instance нужно будет вызвать события перехода, да, потому что это глобальное событие, мы его сейчас сделаем. Давайте добавим тут где-нибудь Custom Event и назовем его Launch Lobby. Ну и через пробел тут писать спокойно. Все, здесь какая-то, ну что-то здесь будем делать, как-то запускать, чтобы не ошибаться и не забываться, что мы просто его сначала создадим, а тут обратимся. Обращаемся мы только через него, через Game Instance Reference и просим запустить лобби. То есть, клиент, который сейчас был, не в смысле клиент сервера, а просто игрок, который решил создать игру, вот он должен запустить лобби, то есть стать сервером. Это вот будет делаться вот в этом событии. В Launch Lobby нам нужно будет обязательно, в обязательном порядке передать какие-то переменные. Сюда мы будем передавать переменные текучего количества игрока, которое выбрано, да, number of players, это будет integer тип. У нас будет enable lan, ну как бы, да, type, да, его, lan это или нет, локалка нет, enable lan, это boolean, и сервер name, это текст. Все, вот эти три параметра важных мы будем передавать тут. И все они у нас уже есть практически, вот, enable server name, есть. Да, все, это мы хотя бы можем уже поставить сюда. Сейчас будем работать над двумя другими переменами. Значит, теперь нужно сделать увеличение или уменьшение количества игроков. Чтобы это сделать, давайте это сделаем тут. Нам нужно события по клику на вот эти две кнопки. Decrease и Increase Player Count. Значит, сюда и Increase Player Count. Так, Player Count, Player Count, отлично. Это будет один огромный, ну не такой уж, но большой блок. Нам нужна будет переменная новая, которая будет называться Number of Players. Это будет integer тип. И каждый раз нам нужно ее будет здесь, так сначала скомпирируем, устанавливать. Что здесь, что здесь. Просто Increase это в плюс, а Decrease это в минус. Значит, перед тем, как делать эти вещи, нам нужно задать минимальные и максимальные рамки. То есть, min, или может быть даже это не тут сделаем, а как-нибудь здесь может быть. Хотя нет, давайте здесь. Создадим переменную. Min Player Count. И Max Player Count. Max Player Count. Объясню потом, или еще не нужны будут. Теперь берем Number of Players. Делаем значение минус 1. Делаем функцию Clamp. Не там. Clamp Int. Это чтобы переменная не могла выйти за вот эти пределы. Сюда закидываем min. Сюда закидываем Max. И вот это возвращаем вот сюда. Теперь, значит, min у нас будет минимальное количество игроков 2. Максимальное количество игроков у нас 11. Теперь вот это все копируем. Вставляем сюда. Вот этот блок удаляем и делаем плюс. Плюс 1. Добавить. И вот сюда. Все. По поводу вот этого у нас закончено. Комментируем. Говорим, что это увеличение. Уменьшение. Количество игроков. Естественно, нам нужно сделать bind, наверное, на вот этот текст, чтобы он отображался. TextBind. Нельзя это сделать. Поэтому нам нужно, чтобы это плюс, то есть установилось, или минус. Только Entered Server Name есть. Вот. Поэтому нам нужно будет, скорее всего, сделать bind. Да. У нас будет очень, такой, достаточно легкий bind, который мы вот здесь вот создадим. CreateBind. И назовем его, здесь сразу назовем это, convert. Что же происходит в этом бинде? То есть этот bind будет вызываться каждый раз на текст. Все очень просто. Нам нужно получить текущее количество игроков и перевести его в bind. Ну, как бы все. К сожалению, по-другому работать с этим здесь нельзя. Bind есть. Все это хорошо. Теперь нам нужно сделать изменение режима игры. Как вы помните, у нас вот здесь вот тоже самые кнопки. DecreaseNetType и IncreaseNetType. Начнем с Decrease и также добавим IncreaseNetType в книг. Они потому что абсолютно схожи. Делаем новую переменную, которая называется EnableLand. EnableLand это Boolean тип. Компилируем. Сначала компилируем, потом Get. Делаем Branch. А, и сразу здесь. Общий сделаем. Соответственно, здесь будет EnableLand устанавливаться. И здесь будет устанавливаться. Только здесь будет как True, здесь как False. То есть, если мы кликаем влево, то нужно смотреть на False, здесь смотреть на True. То есть, обратное действие. И, так как мы не можем конвертировать True в текст нормально, Поэтому нужно будет создать переменную, которая будет называться NetTypeText. И она будет являться переменной для того, чтобы отображать текущий тип. По умолчанию мы еще не задаем ей. Хотя, давайте зададим по умолчанию ее значение локально. Вот так вот создадим. И назначать будем ее здесь. Здесь мы ее назначаем как Локально. А здесь сеть. То есть, глобально. Давайте напишем так. Глобально. Ну, пусть будет глобально. Без разницы абсолютно. Здесь поровни, здесь поровни нельзя. Это будет изменение типа игры. Сеть. Значит, Компилируем, сохраняем. Переходим в редактор. Нажимаем на текст локально. И текст биндим на NetTypeText. Компилируем, сохраняем. Давайте проверим просто как это работает. Так, вот это у нас локально, глобально. Значит, в чем была проблема здесь? В том, что мы текущее количество игроков задали как ноль, а он должен быть минимальным. Поэтому даже в Construct.Event можно сделать, ну, была функция, но мы сделаем ее руками. Проверим еще раз. Вот видите, у нас глобально с второго раза только работает. С чем связано? С тем, что текущее значение я не выставил. Вот, в чем проблема. Вот. Вот и все заработало. Извиняюсь. Так. Значит, кнопку назад и начать мы уже начать мы сделали практически. А, вот. Теперь, значит, переходим к сюда и перекидываем оставшиеся переменные. И number of players. так, нормально. Так, это мы назовем функцию как запуск сервера. теперь остались две простые кнопки. Это назад и это кнопка начать. Начать можно сделать. кнопка назад будет полностью идентична тому, что мы делали в опциях. Вот она, кнопка back. Это set visibility. потому что нам нужно скрыть текущее окно. Просто скрыть, ничего не делать больше. Давайте проверим. Ага, отлично. И эти переменные. Так, хорошо. Настройки. Так. Замечательно. Так, значит, мы сделали это локально. Отправляем на сервер, чтобы сделать наш save для того, чтобы запустить наш сервер. Запускать будем уже потом. Значит, тогда на хост это все. Спасибо всем за внимание. Обязательно следите за дальнейшими уроками. В следующем видео разберем окно поиска сервера. всем спасибо, всем пока. Субтитры Продолжение следует...